Приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. Снимаю косметичку, которую я собрала с собой на юг. Начиная со средств уходовых, а именно для волос. Я беру вот такую парочку от Грейтенс. Это шампунь и кондиционер с кокосом и кератином. Объем каждого продукта 250 мл. Не знаю, как эта пара будет расходоваться. Да, экономный будет расход или нет. Но я заготовила еще парочку продуктов. И это уже Эйвен линейка Нейчерлс. Во-первых, шампунь 2 в 1. Шампунь-уполаскиватель, имбирь и манго. Очень вкусный такой сладкий аромат имеет данный продукт. И к нему в качестве бальзама выбрала из этой же линейки, но уже авокадо и миндаль. Бальзам уход 200 мл объем этой баночки. В качестве несмываемого средства. Перед укладкой я буду использовать Космеа. Я ее уже показывала, да, в уходе. Решила взять уже продукт начатый. Теперь перейдем к гелям для душа. Для своих мужчин я взяла вот такой гель-шампунь от Кафе Мими с экстрактом женьшиния и аргинином. Эту упаковочку мне присылала в посылке не так давно Юленькая из Ульяновска. И, да, данное видео было на моем канале. В общем, достаточно много продуктов из этой посылки едут со мной. Так что, да, конечно же, этого объема им не хватит. И поэтому я взяла еще вот такой Фа Мэн Сила Вулкана Энергия Полинезия. Линеечка Энергичный Дерзкий Аромат. Далее гели, назовем их дамские, да, будем мы девочке их использовать. Ну, во-первых, вот такую миниатюру от Триклимун Ванила Момент. Я думаю, что она вот как-то... Дома мне не хочется ее использовать, она все-таки такая тревел-версия. Вот поэтому, думаю, дай-ка возьму, чтобы она, скажем так, не валялась без дела. Ну, а из больших объемов это Космея. Это была летняя лимитка Summer Walk с ароматом, как я понимаю, апельсина и мяты. Ну, и еще один гель. Это такая классика жанра. Вообще, можно еще использовать и как шампунь, но я больше люблю именно как гель. Это линеечка Маной от Ифраше. Беру с собой на отдых далеко не первый раз. С ароматом цветка Тиаре, очень сладким и действительно, ну, абсолютно такой курортный аромат для меня. Жидкое мыло. В качестве жидкого мыла я выбрала Avon Senses. Чайная коллекция Дзен с ароматом мандарины и жасмина. Теперь, что касается зубных паст. Во-первых, две миниатюры. Это, опять, то, что было в посылке от Юленьки. Клац Брутал Онли Дикий Можжевельник. И White Glow 2 в 1 с ополаскивателем. Ну, я полагаю, нам такого количества не хватит. Поэтому решила еще взять Хималайя, комплексный уход с гранатом. Долго думала, надо ли мне брать ополаскиватель. Вот потом посмотрела, у меня стоит один начатый. Думаю, может быть, мне удастся его там закончить. Я говорю про сплат, White Plus. Вот такой. В общем, забираю его с собой. Если кого-то смущает количество, пусть оно вас не смущает, я еду на машине. Когда я еду на машине, я беру вообще все, что душе угодно и абсолютно не переживаю. Ну, не использую с собой, назад заберу. Это, в принципе, не проблема. Теперь давайте перейдем к уходовым средствам для тела. Итак, что касается защиты от загара. У меня остался еще с Анапы вот такой Гринье Амбр Салея. Идеальный загар с защитой SPF 30. Но здесь, конечно, такая недоработка. Я думаю, мне, точнее не мне, а нам, потому что мы едем всей семьей, всем составом, 5 человек. Нам такого количества не хватит. Поэтому придется там уже непосредственно на месте докупать. Еще, что я обнаружила у себя, это Sun Party 7 Days. Здесь солнцезащитный крем для лица с летним настроением. И что касается... А, есть еще вот такая миниатюра от AVEN. Здесь высокая защита SPF 50+, на маленький объем 5 мл. Ну, разойдется. В любом случае, повторюсь, этого мало. А вот что касается ухода после солнца, то здесь уже, мне кажется, всего достаточно. Во-первых, S-Folio, тыковка, такая баночка. Далее упаковочка Кафе Мими, Санкия Алоэ Вера, охлаждающий гель с пантенолом и соком алоэ вера. И Санкия Кактус, увлажняющий гель с кактусом и также пантенолом. Далее отыскала я чисто случайно перебирала косметичку старую. И, в общем, отыскала Фаберли Коксиологи, кислородный бальзам. Я помню, что брала его прошлым летом с собой. Но до конца мы его не добили. В общем, решила взять. Каким-нибудь способом обязательно добьем. Ну и в качестве увлажняющего средства, после душа, я решила взять Avon Naturals. Спелый розовый грибфрут и мята. Дезодоранты. Женский я беру Исана Фрутике с ароматом грибфрута. Ну и для своих мужчин Спитстик Кулайф. Тут немножко, я думаю, как раз в поездке они его добьют. Теперь, что касается кремов для рук. Во-первых, я решила взять в основном все начатое и кремы для рук и для ног. Потому что всего открытого много. Это Тутифрутия Формона с грушей и клюквой. Вкусняшка такая. И в сумочку брошу, бархатные ручки, райское масло Бабасу. Что касается крема для ног, то я решила взять Rose Lovely Food 3W Clinic. Девчонки, я прошу прощения, если я немножко подтормаживаю. Моя речь не спала всю ночь. Нам выезжать где-то через час. Вот, поэтому могу тормозить. Ну, представляете, да, после бессонной ночи, как хорошо работает голова. Вот. Так, продолжаю уход для лица. Итак, во-первых, в сумочку я сейчас брошу термальную водичку от Урьяж. Будет она помогать мне в дороге увлажнять лицо. Далее, что касается мицеллярной воды, то я решила взять скифию. Такой небольшой объем. Здесь сколько? 100 мл. Я думаю, как раз нормально. Она подходит для жирной кожи, не содержит спирт и отдушки. Я, что называется, втуллу со своим самоваром. Еду в Крым с крымской косметикой. Так, далее, что касается умывалочек. Ну, два таких небольших, не пробника, а мини-версии. Это у нас и фраше, три в одном. Морской гель, по-моему, называется, да? Нет, морское желе для снятия макияжа. И зейтун. Я выбрала с собой в Анапу, но так до него дело и не дошло. Может быть, дойдет в этот раз, а может быть, не дойдет. Посмотрим. Далее, пенку от La Roche-Posay. Тоже такую мини-версию 50 мл. Я начала ее использовать в Анапе. Ну, вот, где-то одну треть получается. Поэтому решила, опять же, взять с собой. Ну, еще один продукт, который я также брала с собой на юг в прошлый раз. То бишь, в июне месяце. И мы его не закончили. Это Love Beauty and Planet. Умывалка с чайным деревом, по-моему, да? Чайное дерево и ветивер. В общем, подходит для жирной кожи. Неплохо очищает. Использовала я. Использовал сын. В общем, я думаю, опять же, мы совместно уже этот флакончик в Крыму добьем. Что касается тоника, то я решила взять остатки крымской розы. Тоник розовый. Столичка здесь. Неплохая такая travel-версия. Я понимаю, что мне этого не хватит. И вообще мне нужен будет гидролат. Но все это я буду приобретать на месте. Что касается крема для лица, то здесь я беру свой Апью. Не знаю, может быть, добью его в поездке. Это 18 фреш-крем. Как раз он подходит для комбинированной и жирной кожи. Легкая консистенция. Хорошо впитывается и неплохо увлажняет. Ну, а что касается области глаз, то здесь я беру опять систему лаборатории Филарга. Значит, в Анапе я в основном больше всего использовала вот этот продукт. Это Optum Ice. Он идет как ночной и как дневной. То есть такой универсальный. Что касается вот этой системы, то ее я использовала, может быть, раз в два от силы. Значит, здесь смысл такой. Сначала наносится сыворотка, лифт-дизайнер. А дальше либо вот этот крем, лифт-стракча. Это, ну, он идет как дневной у меня. И ночной Sleep & Lift. Так, ну, а я перехожу уже к косметике декоративной. И так, что касается базы, то здесь, конечно же, мой любимый Оли Хендриксон. Потому что мне нравится его использовать на загорелое лицо вообще в гордом одиночестве. Без добавления каких-либо тонирующих средств. Но все-таки тональник я возьму Доктор Пьер Рико. Он такой темненький и как раз подходит к загорелой коже. Что касается пудры, то здесь я беру Фаберликсон. Вот эту тоненькую. И удобную. Вообще сейчас смотрю, мне кажется, косметики декоративной очень мало. База. База под тени. Здесь Leveling Cosmetics. Представление, я думаю, уже не нуждается. Тени. Тени я выбрала вот такую небольшую палетку. от L'Oreal. Давайте я ее открою. Такие симпатичные цвета. Хорошая такая текстура, мягкая. Мне очень нравится. Потому что они у меня прям залежались. Никогда их руки не доходят. Мне кажется, на юге как раз она будет вполне уместной. Следующая палетка, которую я беру, это Vivienne Sabo. Здесь с одной стороны скульптор, с другой стороны хайлайтер. Уже хвалила эту палетку в последней косметичке. В общем, мне нравится использовать скульптор и непосредственно по назначению. Ну, так же, как румянано, загорелое лицо, он вполне уместен. Вот. И еще здесь с другой стороны хайлайтер. Но он начал очень сильно крошиться в последнюю неделю. В общем, я на нем впервые опробовала навык перепрессовки. Ну, корявенько, конечно, получилось. Но все равно лучше, чем было. Было прям вообще ужасно. Только кистью притронешься, кусочек отваливается. Я решила взять еще один хайлайтер. Я люблю им пользоваться на юге. Это Evelyn Cosmetics Glow & Go Strobe Highlighter в первом оттенке. Хороший такой, мягкий, приятный. Красота. Так, что еще? Карандаш для глаз. Один я беру. Это Essence оттенок Teddy, коричневый. Когда личико загорелое, мне нравится только им нижнее веко подвести, чуть растушевать. И все, и тушь, и больше ничего мне не надо. Туши. Во-первых, беру форматейс. Вот такую маленькую. И вот такая здесь щеточка. И еще решила взять на всякий случай одну новенькую. И выбрала Chicago от Artvisage. Давайте ее вскроем, посмотрим. Вот такая здесь уже щеточка, силиконовая. Форс такой средний. Я бы не сказала, что он сильно короткий. Ну, и средство для бровей. Здесь я взяла карандаш от Avon двухсторонний. С одной стороны нужно бровку снизу подсветить. Вот такой, как хайлайтер он идет. Ну и, соответственно, с другой стороны карандаш. Помады. Я решила выбрать две. Одну светленькую. Кстати, та и другая Avon. Это даже не помада, а вот такой Couchon Cloud. Такой легкий, нежный оттенок. Можно на губки, можно и в качестве румян. Хотя, когда лицо загорает, я особо не люблю румяна использовать. Ну и, скажем так, для вечернего выхода, когда потемнее, опять же, я взяла Avon Glided Berry. Плюс два карандаша. Avon Cosmetics, я думаю, подойдет к Couchon. И для той помадки, что потемнее, я беру Stellar. Это у нас 14-й оттенок бургунди. Ну, посмотрела, вроде они неплохо сочетаются. Так, ну и остается мне показать вам парфюм. Так, девочки, искренне прошу прощения, потому что я забыла про тканевые маски. Да, я сейчас полезла за парфюмом. Пробники были у меня в косметичке. И там же представились масочки. Ну, вот что значит не спать. Так что уже ничего не соображают. Итак, давайте сначала я вам покажу маски. Во-первых, беру последнюю теплую маску, которая у меня осталась в запасах. Это Etude Organic Spanda Relax. Я люблю ее использовать, когда мы только приезжаем. Потому что вся усталая, разбитая, глаза болят. При этом уснуть не можешь. Так вот, чтобы расслабиться, да, я ее использую. Хоть я и не водитель, все равно я сижу рядом. Я смотрю на дорогу. Как мне муж говорит, я штурман. Я отвечаю за карты и за место расположения, да, где мы находимся. Поэтому также сижу, всматриваюсь, переживаю. Вот и когда приезжаю, эта масочка мне очень помогает, чтобы расслабиться и хотя бы немножко поспать. Далее, две маски от Куэрт. Это банан увлажняющая и зеленый виноград для сияния. Успокаивающая маска с лавандой от Le Bouté. От Esfolio я беру маску с жемчугом. От Garnier Skin Active Hydro Bomb. Это увлажняющее, нет, не так, увлажнение плюс заряд молодости с экстрактом виноградных косточек и гиалуроновой кислотой. С удовольствием ее попробую. Абсолютная для меня новинка. Следующая маска, она так и просилась взять ее с собой на море. Посмотрите, какая картинка. Это ProSeries приобретала в L'Etoile. Она так и называется. Пляж. Тканевая арома маска с экстрактом морского винограда. Ну и последняя, это 100 рецептов красоты. Суперфуд манго, витаминная бомба. Ну а теперь, да, как говорила, парфюм. Я беру все пробники, которые мне присылала Юленька в своей посылке. В том числе для моих мужчин. Это Moschino, Toy Boy и Wood. Беру Mon Guerlain версию Intense. Ирисисты Боладжи Ванши. И Трезор Ленуи Атланком. Следующее, что я беру, это ручка Фиджи Гайля Рош. Для своих мужчин Алюрам Спорт. Это маслянистые духи арабские. Неплохо шлифят. Да, и достаточно стойкие. Ну и последнее, что я вам покажу. Это аромат, который появился у меня в августе месяце. И просто покорил меня с одного затеста. Я говорю про лагуну от Сальвадора Дали. Это действительно аромат, который ассоциируется с морем. Его название прекрасно передает его философию. Курорт, море, пляж, отдых, нега, расслабление. Это все о нем. Будет обязательно более подробный обзор на него. Но уже когда вернусь с отпуска. Это все, что я хотела вам показать. Если я что-то забыла. Или если мне чего-то не хватит. То это я легко куплю там уже на месте. Ну а пока вот такая косметичка едет со мной. Еще раз всем огромное спасибо. И еще раз простите меня, если я где-то тормозила. И что-то не то говорила. Я в каком-то полуобморочном состоянии даже заговариваюсь. Вот. Всем пока. До новых видео.